ПЕРСОНАЛ КАМБАН И рассказать основную идею этого камбана в единственном числе в отношении каждого из вас индивидуального. То есть, к чему я кланю? Вот, а к чему я кланю? Слайды у меня приключаются интересным образом. У каждого наступает переломный момент в жизни, будучи таким очень, скажем, семейным человеком, и работая интересную работу и зарабатывая должное вознаграждение, я освободился от некоторых таких домашних обязанностей. То есть, я не знал, например, до недавнего времени, что надо гулять с собакой, там, кота надо кормить в этом и вечером. В общем, наступил переломный момент, и, скажем так, моя семья поехала навестить родственников на определенный срок, и все заботы потом ложатся на меня. Ну, вот это мои животные лично. И вот вопрос такой, что дальше? То есть, как наладить процесс, чтобы я не забыл никогда, что мне стоит сделать утром, что мне сделать лично. Потому что программисты обычно любят заниматься тем, что им нравится, пренебрегая тем, что, как бы, может быть важно, чтобы в лице жены себя показать с лучшей стороны. В общем, почему я планю? Потому что кампан персональный – это способ, как, один из способов, как, скажем так, визуализировать и трекить, или как это по-русски, следить за тем выполнением каждой задачи, которая перед тобой стоит в течение какого-то периода времени. Так, продолжаем. Ну да, план. План – это всегда хорошо. Отсутствие плана – это тоже, как бы, не такой момент. Ну, можно жить без плана, но план в любом случае в какой-то форме он всегда есть. То есть, какой-то плохой, хороший, неважно, но он всегда есть. То есть, если мы смотрим по планам, то есть типичный план – мы пишем какой-нибудь to-do list, там, надо вот кормить по утрам, там, потом еще что-то, еще что-то, первое, пятое, десятое. Ну, такой список определенный, ну, он несет какую-то информацию, но тоже для себя хорошо. Можно клеить листочки на экран монитора. Видно, бывает, да, везде видели. То есть, можно наклеить себе кучу листочков, тоже потом в них запутаться, но тоже планы. Есть у многих записные книжки, можно там записывать все, там, по календарю, какого числа, что, но тоже, как бы, вроде есть планы, вроде нет плана. Каждому свое, как бы, здесь, как бы, дело вкуса, каждый убирает для себя свое какое-то предпочтение. Ну, вот. И наша главная задача найти какой-то быстрый способ, простой, чтобы быстро как-то, это такой момент секундный, чтобы восстановить свой статус, восстановить ситуацию текущую, что происходит. Поэтому здесь, может быть, хорошо служить комбан. Вот так, персональный. И сейчас мы к нему переключимся. Что важно, что до предыдущей слайд, как бы, где мы перечислили все способы, какие будут возможны, например, ну, такие основные способы, как свое время вот так контролировать, у них не отсутствует контекст. Мы как-то, вот, человек редко может его визуализировать, вот так наглядно, вот так вспомнить в голове сразу, а что же я там записал неделю в календаре, да. То есть здесь на помощь приходят всякие подручные средства. В случае комбана нет такого строгого ограничения, с чем мы будем работать. Если мы говорим о типичных сценариях, можно использовать как визуализацию, в среду визуализации холодильник. То есть дверца от холодильника может служить доской для визуализации своих задач. Так же самое может быть белая доска, может быть картонка, что угодно. То есть главное понять, что удобно, чтобы быстро визуализировать свою работу. Также есть маркеры, липкие листочки, все идет в ход. Каждый выбирает себе какое-то определенное предпочтение. То есть примерно идея понятна, что для творчества любая удобная поверхность может служить посредством этого. И если мы продолжаем, когда мы уже примерно знаем, на чем будем рисовать, писать, надо придерживаться просто двух основных таких моментов компании. Если мы говорим именно про персональные, мы откидываем все основные метрики, какие-то вот такие вещи, которые важны для завода, для фабрики, для IT. Мы все это откидываем в сторону. Наши две задачи визуализировать работу, то есть нарисовать какую-то диаграмму, столбы, где мы как-то переносим, визуализируем свою работу. И второе – все время просто контролировать, менять приоритеты, менять исходя из какой-то текущей ситуации, местами какие-то задачи. То есть мы все живые люди, тоже жизнь ставит свои коррекции. Поэтому основная задача просто – мы все время придерживаемся принципа визуализации и просто контролируем ход действий и расставляем приоритеты. И в продолжении этого, следующий слайд у нас, что первая задача, конечно же, попытаться расписать основные задачи, которые перед тобой стоят, как личностью. Это называется в комбайне Backlog. Мы берем, например, липкие листочки – желтые, зеленые, красные, неважно. И коротко пишем – такая-такая задача А, такая-такая задача Б, такая-такая задача С. То есть мы уже заранее расписали по листочкам основные задачи. Они у нас перед глазами. В следующем этапе мы составляем так называемый контекст. То есть рисуем или как-то определенно расчерчиваем нашу поверхность, рабочую поверхность. Это может быть белый лист бумаги, доска, все что угодно. Скажем так, самый простой контекст – это три секции работы, которые нам предстоят сделать. Мы в левую сторону сдвигаем, все листочки лепим на левую сторону. На правой стороне у нас выполненные задачи. Все выполненные задачи за день, за неделю, неважно, то есть они здесь накапливаются. И здесь просто этот принцип нам придерживаться, что слева направо, и правая сторона у нас всегда приоритетнее. То есть правая – это всегда то, что мы сделали, это всегда приоритетнее и всегда считается весу сильнее. То есть то, что мы сделали, это нас красит. Это про контекст. Может какие-то вопросы сразу? Пошли дальше. А что именно значит приоритетнее? Приоритетнее, в принципе, что все задачи двигаются с левой стороны вправо. То есть придерживаемся какого-то такого механизма, что все начинается вот так с левой стороны и двигается в правую сторону. Сейчас я покажу, в принципе, основной момент. То есть когда мы уже создали какой-то некий контекст, который нам удовлетворяет нашим потребностям. И если мы смотрим слайд, у нас появляется какая-то задача в списке сегодняшних задач, например. Мы ее ставим на выполнение. То есть мы отметили, что мы ее сегодня забираем на выполнение. Не важно сколько мы ее будем выполнять, но то, что мы когда подойдем, например, к нашей поверхности, мы видим, что сегодня у нас вот это запланировано, мы это делаем вот так. И задача гуляет просто. Таким вот образом переходит в задачу выполненную. Слева направо. Ну, это, скажем так, самый простой контекст и самая простая... Андрей, такой вопрос, а вот, допустим, кормить кота надо каждый день? Да, это потом ты просто, скажем так, я пойду дальше и будет яснее уже, как можно дальше сдвигать эти контексты. И важно, что еще, когда мы создаем контекст, нам надо помнить о таком явлении, как сколько мы на себя можем взять одновременных задач. Ну, то есть, мы, в принципе, теоретически можем взять все листочки, передвинуть их в секцию на выполнение, и, вуаля, какие мы хорошие, мы все можем спить в одновременно. То есть, еще один момент, как бы, в двух правилах, это вот, когда мы, как бы, следим за своим процессом, придерживаться какого-то определенного правила, какого-то лимита, сколько задач одновременно мы можем делать. То есть, это может быть три задачи одновременно, могут быть шесть, в зависимости, как уже мы продвинулись в этом понимании выполнения задач. Идея тоже такая же простая, что когда одна задача, например, выполнена, перешла уже в зеленую зону, то эти задачи сдвигаются, и мы вольны, например, выбрать, хотим мы еще добавить задачу, или на сегодня, например, мы ее... Ну, все. Мы определяем для себя какой-то лимит, а дальше мы будем играть. А дай сегодня покажите, уже не получится. Ну, можно надеять. Вот, например, сегодня, да, вот проблема. Ну, я уже позаботился об этой проблеме, потому что я спланировал так, что я приехал в обед, и пока мы начнем. То есть, прогресс нет и есть на лицах. Так, это я показал. Ну, вот, ты сдвигаешь эти задачи дальше. Дальше, если мы говорим про приоритеты, в каждом столбце приоритеты делятся сверху вниз. То есть, все листочки, которые мы клеим, например, на нашей рабочей поверхности, приоритетнее всегда те, которые сверху. Ну, тоже придерживаемся этого правила, что у нас есть какое-то некое правило, как мы приоритеты расставляем. То есть, если у нас есть бэклог с задачами на дни, то мы приоритетнее ставим поверх, и все, что ниже, глаз, там, входит в холодильник вниз, это уже когда-нибудь в серию. И вот таким образом можно, как бы, тоже разграничивать контекст, что выполняется, что не выполняется. Пошли дальше. Вот, стрелочки. То есть, придерживаемся этого правила. Еще вот, если мы говорим дальше, то никто нам не запрещает раздвигать этот контекст и делать, например, 4 секции. Одна секция, например, блокированные задачи. То есть, я себе на день какую-то задачу поставил, которая сильно зависит от ситуации. Например, звонок кому-то, чтобы решить какую-то проблему. Но эта же проблема может и не решиться, потому что либо человек не ответит, либо что-то еще, либо человек скажет, перезвони мне там еще что-то. То есть, такие задачи, которые как бы не зависят от тебя, ты можешь сдвигать, например, в контекст блокирования, они заблокированы, и просто потом по мере ситуации решать их дальше. Они у тебя будут на виду всегда. Еще важный момент, что тоже приоритеты. Если мы делим приоритеты, то, конечно же, приоритет важнее у тех задач, которые блокированы. Мы, скажем так, за правило поставили, что есть такая секция блокированная, она правее в некой задаче. И если по мере уменьшения задач, которые выполняются, мы всегда забираем все-таки первым блокированные задачи, потом берем задачи, которые на выполнении еще стоят, и только потом стараемся уже брать какие-то новые задачи. То есть, тоже есть какой-то принцип, по которому двигаться дальше. То есть, это дисциплина. Можно делать какой-то компактный вид. Тоже нет никаких оговоренностей конкретных, например, в случае персонального комбана, как разграничить зоны. И вот тут типичный пример, что можно сделать такой картонный лист, и переносной какой-то способ, где зоны, четыре зоны, в каждой зоне ситуация отслеживается. То есть, у тебя есть в верхнем левом углу у тебя задачи, в правом верхнем блокированы, ниже уже наполнения и выполнены задачи. То есть, можно рисовать это и так. И мой комбан, если так, в заключении, выглядит примерно так, что у меня есть задачи на неделю, есть задачи на день. Вот, сейчас в статусе на выполнение у меня презентация. Я перед вами. Как бы, все выполняю. Свои обязанности. Вот. Есть задачи, которые я сделал. Могу быть гордцем, починил дверцу у шкафчика. Пока жены не было там. Вот. Тоже дело. Как бы, план есть. Вот. Может, вопросы? А где ты его визуализируешь? Пока на листочке. Вот, у меня есть план, почему комбан хороший, персональный, что его можно придумать по-разному. То есть, я видел в интернете, например, для детей. Для детей. Простой. Две секции. Контекст. Красиво оформлен, там, всякими зверюшками. И прилагаются карточки. Цветные, с рисунками яркими, там. Убери квартиру, там. Ну, прибери в своей комнате, там. Побегай на улицу. Ну, то есть, такие задачи, которые родители выставляют в левую сторону. Ребенок подходит, например, ну, это игра. Он приходит, смотрит, ага, там, иконочка, там, надо погулять. А почему бы он? Берет и ставит ее, а? И пошел гулять. На пути видит, значит, и он пошел выполнять свою задачу. То есть, здесь вот нет таких строгих границ, там, что это только относится к IT, там, Toyota, все дела, там, процесс. Нет, это можно применять в ежедневной жизни. Главное, не услышать, не услышать, не услышать, не услышать, не пытаться этого, чтобы это приводилось в какую-то барбалет. Просто хороший способ, чтобы карта быстро посмотрела взглядом, взгляд кинула и понимаешь, какая ситуация на данный момент. Поверхность холодильника обычно то место, за что глаз зацепается часто у всех. Да, кстати, когда тянется за едой? Там это семейный кабан, верно? Отлично. Семейный, пожалуйста, нового отделения кабаном. А когда бы ты этим уже пользуешься? Неделю. Честно. У меня вопроса. Зачем нужен последний контекст, который выполнен? А выполненный, это чтобы вас следить, посмотреть. Чтобы жена. Чтобы жена. Чтобы жена. Я это сделал, так это видно. Что сделаю. Может быть, всегда. А можно и не видеть. Чтобы узнать. Перевел старушку через дорогу. Это лично можно не увидеть сейчас. Да. А так ты посмотрел весь точек. И еще реаккуринг таски, да. Что их потом надо... Как я понимаю. Ну да, есть такие задачи. Я себе такие задачи поставил. Которые мне не надо каждый раз весь точек писать. Ну да. В конце дня посмотрел. Да, все в порядке. Поверился туда-обратно. И все. И забыл. До утра. И даже удобно на самом деле. Ты вот, например, животных вечером покормил. Сразу перейдешь туда, на самый верх. Задача выполнения. И утром просыпаешь. Опа. Такая вот тема. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok